Говорят, не повезёт, если чёрный Обозрался, пидорас Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики, с вами ваш верный друг Ничтожество После выпуска видеороликов по Оверлорду и дополнению к нему, было бы уж совсем грешно с моей стороны пропускать продолжение данной серии в лице Оверлорд 2 Данная игра вышла 23 июня 2009 года, хотя с полноценной русской локализацией она появилась у нас лишь 24 сентября Игру создавали всё те же Triumph Studios, но получилось ли у них создать игру не хуже первой части? Это нам с вами и предстоит выяснить Не успеваем начать игру, как сразу же получаем повод для мощного ушного оргазма Если у вас от этого не пошли мурашки по жопе, то Вы мой кровный враг на всю жизнь Сама игра начинается с того, что Гнарл молвит сторицу про поиски нового повелителя, которого они нашли в каком-то снежном городке под названием Нордберг Однако Этот повелитель ещё совсем пиздюк, которого задирает местная школота Папа сказал, его нашли за городскими воротами Не подходи ко мне Блять Ты охуел? Мудак, ёбаный! Как многие могли уже догадаться, этот тёмный пиздюк является сыночкой предыдущего повелителя А по канону его мамы является Роза И тут многие спросят, а если бы играя в первую часть обрюхатили Ленку, то тогда что? Я вам скажу, что если вы обрюхатили Ленку, то идите в жопку, ибо по канону бабища повелителя Роза, а Лена сосат Но не суть Этот юношеский отрывок жизни повелителя является обучением, в котором прихвост не проверяют нас Но благо они не кидают нам полотенца под ноги и не сажают тазик смотреть Франкс Нет, тут нам достаточно вести себя как полный мудак Я тебя ненавижу, ведьмачок! Слышь, ты кого назвала бесплодным чародейским пиздализом, а? Творить всякую дичь нам помогают прихвостни, которые любезно подначивают нас подобно типичным друганам-дебилам Хозяин бы использовал магию Хозяин бы выпил эту бутылку залпом Хозяин бы тут поржал Хозяин бы использовал туалетную бумагу, а затем намотал бы ее назад на... Не могу больше видеть это похабство Короче, мы продолжаем бегать, ломать, взрывать и все больше убеждаем работяг, что наш темный пиздюб не пальцем деланный А малолетний дебил Хозяин! Я верю! Верю! В конце концов, они присоединяются к нам, и мы можем ими спокойно управлять В первую очередь натравливаем их на детей, чтобы они надавали им по жопе Пиздим детишек и понимаем, что повадки работяг ничуть не изменились, и они все так же надевают на голову все, что попадется им под руку Стильно! Модно! Молодежно! Детишки дают съебарей, а местный алкаш отказывается пускать нас в город Уходи! И глаза свои странные с собой забирай! Вдруг к нам на помощь приходит барышня, которая любезно провожает нас к форту детей С помощью этих ребят бьем мелких выпертышей и пускаем боеголовку в их замок Также мы замечаем, что данная барышня очень даже неравнодушна к нам Может потом подержимся за руки? Вы не поверите, но в этот момент я покраснел Находим штабик детишек и приказываем прихвостям разобраться Но в итоге они украли детские шмотки и сами вырядились в них А потом так вообще начали горланить шансон категории Г Как душевно! Теперь алкаш спокойно пропускает нас И мы наконец-то можем лицезреть этот снежный городишко Тут достаточно теплая новогодняя атмосфера, которую мы ломаем Ибо вы че, дураки радостные такие? Ходить сейчас в тренде угрюмое ебало и депрессия, ай-яй-яй Устраиваем легкий тракт в этом городишке, как вдруг откуда ни возьмись, потрясись и поебись На город нападают всем давно знакомые фэнтезийные существа Римляне Короче, эти римляне, или как их тут называют имперцы Требуют от жителей города выдать им всех колдунов, которых тут спалили некие смотрители Ибо имперцы против всякого колдунства Но и жители не находят иного пути, как выкинуть нас с радостью на растерзание легионеров Ведь мы владеем магией Нам на помощь приходят прихвостни, которые помогают нам устроить побег, а также опиздюлить всех на нашем пути В итоге мы захватываем катапульту, стреляем по имперцам, по городу и вообще веселимся как только можем И тут вроде бы думаешь, игра ты щадик, что ж так весело, как вдруг наши прихвостни прыгают на волков и начинают кататься верхом на них А это только первые 15 минут игры, хочу сказать вам Под конец мы освобождаем Йети, который помогает нам ломать лоялистские лица и наш темный пиздюк замораживает себя в лед Чуть позже Гнарл и остальные работяги достают нас изо льда и вполне довольны тем, что мы натворили Теперь они почти готовы признать нас своим новым темным повелителем Нас будут воспитывать и обучать по всем канонам классической педагогики Дабы мы выросли сильным и умным пацаном, который надает всем в этом мире сапогом посраки Проходят года, мы вырастаем и наступает наш финальный экзамен Призываем работяг издрев в земле и размахиваем нашим оружием К слову, хочу похвалить боевку в данной игре Она, конечно, не идеальна, но удары чувствуются намного лучше и приятнее, чем раньше Словно вместо деревянного меча мы начали использовать удобный резиновый пенис Выходим на солнышко и во время погони за Йети мы обнаруживаем милых пушистиков Которых мы должны поубивать, дабы набрать жизненные силы для призыва прихвостней Бедная рыбка! Умри, комочек мяха! Совершаем приказ 66 в отношении этих бедняжек и натыкаемся на конфликт интересов Между нами и местными охотниками, которым не по душе то, что мы охотимся в их охотничьих угодьях Однако Йети вертел все это на своем шершавом и превратил охотника в ракету «Земля в сраку» На месте приземления этого охотника за яркими впечатлениями мы находим волков Которых наши бурые ребята превращают в свой личный транспорт Это, кстати, достаточно приятное нововведение в данной игре У каждого вида прихвостней теперь есть собственное ездовое животное У бурых это волки, а у остальных пока рано вам знать, любопытные вы мои С помощью четвероногих мы быстро уничтожаем лагерь охотников и встречаем местных эльфов ЧТО ЖЕ ТЫ ДЕЛАЕШЬ? КИДР РАСА! Я ФОРЯ! КИДР ГРЯЗНЫЙ! А ЭТО ВОЙНЫЕ УБЕЖИЩА! ОТВАЖНЫЕ ЭЛЬФЫ! ХРАБРЫЕ ЗАЩИТНИКИ МАГИИ И ПРИРОДЫ! Короче, развитие остроухих резко повернуло не туда и теперь они любят не только деревья, но и животных Благо они особой опасности не представляют, ибо ну серьезно, но что они могут сделать? Я бы больше Майдадыры боялся, чем этих остроухих Йети сматывается, а мы лихо следуем за ним, по пути убивая всех подряд, потому что это класс, веселье, радость и хардбас Наконец-то мы настигаем пушистого дыла и начинается первый своеобразный босс-файл Нам надо опиздюлить эту гориллу, но эльфы все лезут нам под ноги, пытаясь помешать устроить анальную управу над одноглазым С горем пополам мы его побеждаем, но мерзкий эльф успевает забрать уставшего от драки Йети НЕТ, НЕТ, ОСТАНОВИСЬ СЕЙЧАТЖЕ ЭТО БЛАГОРОДНОЕ ЖИВОТНОЕ ПОЙДЕТ С НАМИ, ИДИ СЮДА, ИДИ, МАЛЬЧИК Словно у нас у волшебного народа мало проблем с империей Так еще появляются типы вроде тебя, пытающиеся нас уничтожить Пора отплывать, курс на убежище После столь замечательной драки мы продолжаем исследовать территорию И находим небольшое скопление римлян, которые стоят около входа в какую-то пещеру И тут я резко подрубаю интеллектуала ради очень нудной интеллектуальной шутки Римляне в свое время очень одобряли гейство и бисексуальность Так что эта туса около пещеры является очень тонкой исторической шутейкой Хотя зачем таки напрягаться, подумал я Могли бы просто показать, как они закупаются минками ультрамаринов Или смотрят аниме в дубляже анкорде Гэв-гэв Вскрываем имперские сраки, словно печеньку Орео И заходим внутрь пещеры, где видим еще одних имперцев Которые показывают губернатору тоскливию свою находку Какой-то булыжник Гнарл сразу же говорит, что этот камень магический Он нам очень даже пригодится Поэтому нам надо его заполочить любой ценой Имперцы левают, а мы идем прямо за ними По пути обнаруживаем триаду, которая охраняет вход в эльфийское убежище Но она нас не пускает, ибо темный повелитель токсичный мудак Вот за это обидно, конечно Тот волшебный камень, который нам так нужен, лежит спокойно на земле Вокруг валяются дохлые имперцы Чуть позже мы понимаем, что к этому приложили руку карлики Которые утверждают, что камень принадлежит им А еще мне таки очень нравятся здешние субтитры Это очень даже по нашему, по деградачевскому Короче, эти дебики объявляют нам войну И у нас появляется квест на убийство тысячи карликов Буду с вами честен, я поначалу очень даже обосрался Ибо подумал, что нам надо их убить в таком же количестве прямо сейчас Но оказывается, что этот квест чуть ли не на всю игру, так что забиваем болт Убив мелких дебиков, мы оказываемся на окраине Нюрнберга И находим портал домой Прихвост не заносит в него этот булыжник И мы выучиваем новое заклинание Прежде чем рассказать про этот спелл Разрешите вам для начала объяснить здешнюю концепцию моральных выборов Если в первой части повелитель мог быть либо злым, либо добрым То нынешний повелитель значительно отличается от него Он может быть либо ебанутым убийцей, который убивает всех вокруг Либо же он может быть лютым тираном, который захватывает всех людей в анальное рабство И орально угнетает По такому же принципу выстроены наши заклинания Наш новый спелл способен обратить холопа в своего раба Но если переборщить, то это заклинание угандошит беднягу на раз-два Вот такие дела Либо убей, либо заставь работать на себя Прямо как в жизни, да, ребята? Знаю, вас уже заебало находить подобные референсы на нашу с вами реальность Ну а что поделать, если мы с вами родились в каких-то планах с собственной госпожой Боли? Поигравшись с заклинанием и жопами крестьян, мы находим портал И идем знакомиться с нашей темной башней С нашим пристанищем С нашей хатой Телепортируемся к себе домой, где нас все любят, уважают и вообще считают, что мы очень даже ничего такой Гнарл говорит, что мы истинный темный повелитель Ибо даже наш дом признал нас таким Данное место является иным миром, а также находится в какой-то жопе бытия и является абстрактной версией предыдущей башни Но тут все равно мило, уютно и лампово Также у нас есть собственный трон, на котором мы даже можем сидеть Но о нем чуть позже, ибо нам надо осмотреть другие части нашей хаты В первую очередь встаем на какой-то модерновый лифт и отправляемся в кузницу, где встречаем местного кузнеца Гипплета, который даже заимел собственный голос и озвучку Приветствую, повелитель Добро пожаловать в основание иного мира И здесь вы можете заказать постройку больших конструкций Тем не менее кузница не работает, ибо нам надо найти красных прихвостней, так что валим отсюда После кузницы навещаем плодильню, и тут мы, пожалуй, задержимся, ибо мне есть чего вам рассказать Плодильня — это место, где живут и отдыхают прихвостни, а заправляет тут всем работяга по имени Смертис Прихвостни! Мы живем, мы служим, мы умираем, таковыми есть и таковыми будем вечно Этот молодой человек поставляет нам невиданную до этого возможность Воскрешение полюбившихся нам прихвостней Мало того, у каждого прихвостня теперь собственное имя, а также уровни, показывающие их силу Я жизнь! Также мы можем подойти к казарму и посмотреть, какие прихвостни живы и имеются у нас в наличии На самом деле, я даже немного огорчился этому нововведению, ибо теперь смерть этих ребят будет даваться мне еще труднее, чем до этого Покидаем Плодильню и направляемся к нашему трону С этого трона мы можем смотреть, какие у нас имеются задачи, выбирать, куда направиться, а также принимать всяких дебеков с их просьбами Простите за беспокойство, но ваш визит в Нордберг не остался незамеченным Имперцы собираются прокопать нору в иной мир Я бежал, чтобы вам сообщить Я подумал, что разобравшись с доскливием, вы, возможно, пожелаете меня наградить Слышь, ты чё, дурак, что ли? А ну пошел вон Теперь, когда мы изучили наше жилище, Гнарл говорит, что чтобы захватить Нордберг, нам нужны красные прихвостни, и мы должны их срочно найти Возвращаемся во внешний мир, и параллельно узнаем от Гнарла, что хата красных находится в убежище эльфов, куда нас отказалось пускать дриада В пещерах мы встречаем еще одно нововведение, которое меня заставило немного охуеть Перед нашим взором из земли появляется какой-то осколок иного мира, и если мы направим на него наших работяг, то они начнут водить вокруг него какие-то ебанутые хороводы Используем в этом хороводе заклинание, и оп-па, теперь мы внутри прихвостня Вы, вы, телеприхвостня-повелитель, как неприлично, надеюсь, никто этого не видел В телеприхвостне мы можем забираться во всякие труднодоступные места и устраивать забавные диверсии Возвращаемся в собственное бренное тело и заходим в это самое убежище Тут мы встречаем местное магическое население, которое успешно скрывается от имперцев Тут нас ждут разные опасности, которые, по сути, опасны только для наших ребят, но поскольку наших прихвостней теперь терять намного больнее, мы стараемся беречь их как только можем Спустя некоторое время мы таки находим наших старых друзей и красных прихвостней, которые очень даже рады нас видеть Под наше управление выступают 10 бравых ребят, и судя по музыке, нас ожидает нечто как минимум кутежное Красные в этой части такие же воины дальнего боя, которые способны стрелять огнем и убирать огненные преграды А еще они стали умнее и не бегут вперед с кулаками, как это было раньше С помощью этих малюток убиваем двух дриад и открываем себе путь дальше Оказываемся уже непосредственно в эльфийских хатах и спокойно начинаем аморальный грабеж с угнетением тамошних жителей К слову, хочу сказать, что в этой части ломать все вокруг очень даже весело и занимательно Вихрем, пройдясь по этим коммуналкам, мы находим арфу для нашего шута, сжигаем дриадом их цветочные жопы, а чуть позже находим статую какой-то королевы Февы, которая здесь вроде начальника Стукаем столь замечательную архитектуру и находим колдовской камень, а затем знакомимся с этой самой мадам ТЫ, украл наш колдовской камень, и осквернил храм, принеся тьму в обиды и встреча ТЫ, УТОНЕШЬ В ВЕЧНЫХ СТРАДАНИЯ ВЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ? Это я что, никогда из Устерли Парижа не уеду? Эльфийское убежище треснуло в зоне бикини и начало разваливаться. Благо в этот момент мы нашли логово красных и спокойно смогли свалить к себе домой. Мы снова дома! А поскольку мы нашли логово красных, наша кузница заработала и самое время поговорить за вкусные нововведения в этой игре. Начнем с того, что теперь мы создаем оружие строго методом дополнения Raising Hell. А именно создаем только конкретные виды обмундирования и строго определенным количеством прихвостней, ну и парочкой других ресурсов. Неплохо! Также в кузнице мы можем улучшить хаты наших прихвостней, дабы они стали сильнее, умнее и сексуальнее. Так что готовьтесь, ибо на последних уровнях улучшения прихвостней они будут выглядеть так. Короче, заканчиваем тут наши дела и снова возвращаемся в внешний мир. Пока мы ковали себе новые чехлы для гениталик, губернатор Тоскливий успел собрать свое небольшое воинство, дабы похлопать нас пузом по лбу. Войны Империи неплохо развлекутся, потроша тебя и твое крысиное воинство. Кто-то скажет, что камшотить врагов фейсболисты не по-спортивному, но в конце концов мы ведь играем за злодея, а не за какого-нибудь идиота Неда Старка. Добиваем имперских недобитков и валим на раскопки, где, судя по всему, имперцы пытаются прокопать дыру в нашей базе. Отсюда мы забираем взрывчатку и пробиваем крепкие ворота Нордберга. Теперь, когда врата открыты, как ноги портовой анимешницы мужского пола, мы выманиваем солдат из города и снова делимся с ними зарядами элегированных болтов в ебало. А потом спокойно прокладываем путь к губернатору этого дзюдного мухосранска. Этот кусок имперского холестерина быстро сматывается от нас и встречает телепортнувшегося к нему братишку, который заявляет, что тоскливый мудак и проебался ей дивный заснеженный колхоз. Также мы обращаем внимание на барышню, которая кажется нам очень знакомой. Да-да-да, это вроде бы она нам предлагала в юности подержаться то ли за ручки, то ли за член. В итоге мы обходим весь город и сталкиваем памятник имперской культуры на толстяка. После этого медленно, эпично спускаемся на лифте и слушаем, как брательник тоскливее по имени Кобыли говорит нам, что мы чмо, мудак, лоликончик, хаосит и вообще не человек в принципе. А потом телепортируется, ибо отвечает за свой спич, видимо, не камельфо. Теперь нам достается весьма сложный выбор относительно жертвеста. Мы можем его жестоко натянуть на наш кукан до тех пор, пока он не испытает летальный экспириенс, либо же мы можем анально угнетнуть и превратить нашего раба, который будет пахать на плантациях. Само собой я его угнетаю, ибо являюсь предпринимателем в душе, так что не удивляйтесь, если в мозг ущите, скоро увидите Бебейтавр. Нам осталось совершить финальный штрих, это подойти к ратуши и занять ее. Поздравляю, теперь этот снежный грудечка находится под нашим замечательным руководством. Также в придачу ко всему этому у нас появилась новая госпожа по имени Кельда. Хотя я ее в шутку буду называть Кегля, эээ. Она будет заниматься типичными для госпожи делами, а еще будет отвечать за украшение башни. Ну, чтоб крестьяне такие смотрели на нас и говорили, «Хмм, солидно живец, хозяин». И вот вроде бы северный Мариуполь захвачен. Дела сделаны, сиди и отдыхай, но хер там плавал, дорогие мои друзья. Один из жителей докладывает нам, что местные жители собирают шмотки и еду, дабы тикануть от нас на каком-то корабле. Так что нам надо им помешать, иначе что мы за повелитель такой, который позволяет своим жителям текать собственных земель за границу? Возвращаемся в Норберг, и в первую очередь превращаем в рабов всех, кого только увидим, ибо это даст такой гешет, что вы просто охуеете, простите за мой иврит. Дело в том, что убийство делает нас сильнее, спору нет, но если мы будем превращать жителей в рабов, то они будут делать для нас всякие интересные штуки. Например, кого-тяруча для прихвостней, или разводить пушистых малюток ради жизненной силы, ну или в конце концов просто добывали для нас золото. «Вы мой герой!» Кайфота же, ну? Проработив всех, кого только можно, мы отправляемся за предателями. Эти идиоты хотят от нас уплыть, но, к сожалению, их корабль вмерз в лед, и они немного лоханулись, как всегда. «Однако...» Этот корабль и нам самим очень даже пригодился бы, дабы мы смогли покорить больше земель. Поэтому бегаем по округе, поджигаем смоляные ямы, чтобы все вокруг таяло, и потихоньку настигаем этих идиотов. «Это он, ведьмочок, то есть ведьмочище, то есть кошмар какой-то!» «Бежит, бежим!» Особо сговорчивый малолетний дебил говорит, что необязательно всех на шампур сажать, ибо если мы пойдем по пути дипломатии, то жители сами нам помогут вытащить корабль изо льда. Я не против, ибо вообще забир во всем мире, и поэтому нагибаю ментально всех аборигенов. А они за это помогают нам и обеспечивают успешное освобождение корабля из оков суки зимы. И теперь вы, конечно, не поверите, но мы захватываем этот корабль и начинаем им управлять, дабы уплыть на нем в далекие края, которые мы сможем захватить. Ну а что будет дальше, вы узнаете в следующей части, которая выйдет скоро, иначе я мерзкий гетераст. Надеюсь, что вам понравилось данное видео, и вообще вы не будете меня искать по улице, дабы облизать мои ляжки за то, что я вообще такой вот такой. До скорых встреч, мои друзья. Пеке! Субтитры создавал DimaTorzok